всем привет сегодня я приготовлю для вас борщ по просьбе одной из своих подписчиц с кубани где борщ является блюдом номер один который присутствует в каждом доме она попросила приготовить диетический вариант я уже готовил диетический борщ в роликах посвященных комплексному меню на каждый день для диеты номер пять сегодня я хочу приготовить борщ максимально приближенный к оригиналу но при этом из продуктов которые разрешены для диетического питания в том числе для пятого стола и конечно определенные приемы которые позволят приготовить это блюдо максимально полезным для организма вариантов приготовления борща очень много в каждом регионе есть свои представления об этом блюде на кубани основой борща являются томаты и далеко не всегда в него добавляют свеклу поэтому он получается красного они бордового цвета моем рецепте я заменю томаты на тыкву поскольку томаты обладают повышенной кислотностью содержит много клетчатки и употребление их ограничивается особенно различными диетами приготовлю я больше на индейки беру именно бедро индейки без кости это мясо очень похоже на говядину при этом индейка гораздо полезнее и изюминка этого борща будет пекинская капуста которая добавлю вместо обычной белокочанной поскольку белокочанная капуста содержит очень большое количество клетчатки и и запрещено употреблять при диетическом питании пятого стола и других диет которые необходимо соблюдать при болезнях желудочно-кишечного тракта а пекинская капуста такими свойствами не обладает она гораздо полезнее и рекомендована для диетического питания список ингредиентов я оставлю в описании к этому видео индейку нарезаю небольшим кубиком чтобы она быстрее отварилось наливаю в кастрюлю небольшое количество воды и отправляю сюда индейку индейка отваривается после того как вода закипит я поварю ее пять минут и затем мясо промою делаю я это для того чтобы бульон был вторичным то есть первоначально мясо в первом бульоне отдаст все вредные вещества и затем этот бульон можно будет употреблять многими диетами запрещено употребление бульонов тем более наваристых жирных вторичные бульоны допускаются но опять же если диета не очень строгая если диета строгая и есть жесткие ограничения в питании можно сварить борщ на овощном бульоне то есть вы отдельно отвариваете индейку и отдельно готовить овощной бульон когда вы чувствуете понимаете что какие-то ингредиенты приносят вам вред ну модифицируйте измените рецепты уберите оттуда эти ингредиенты все же зависит от состояния организма и комплексных решений нет любой рецепт если у вас возникает вопрос об использовании того или иного ингредиента в первую очередь вы должны сами для себя определить подходит вам этот ингредиент или нет этот борщ будет максимально диетическим но при этом я буду использовать ингредиенты из которых просто вытащу аромат и при этом в пищу употреблять их не буду вот таким относится болгарский перец и лук болгарский перец многими диетами противопоказан поскольку во первых в нем много клетчатки во вторых он очень агрессивен и тяжело переваривается организмом в классический борщ добавляют зажарку обжаривают при этом лук свеклу болгарский перец поскольку жареные продукты запрещены я буду их не обжаривать а пассеровать но об этом чуть позже подготовлю овощи нарежу морковь соломкой затем нарезаю тыкву приблизительно такими же кусочками как и морковь снимаю с бульона пену промываю под холодной проточной водой кастрюлю я тоже отмыл налил туда холодной воды отправляю сюда индейку добавляю лук лавровый лист и половину болгарского перца и буду варить на медленном огне свеклу тоже нарезаю соломкой отправляю морковь и тыкву в сковороду наливаю туда половник бульона в котором варится индейка можно даже чуть побольше накрою крышкой и буду тушить в течение пяти минут затем добавляю свеклу столовую ложку уксуса чтобы свекла сохранила свой цвет накрываю крышкой и буду тушить примерно 7-10 минут жидкость всегда должна быть сковороде поэтому если она выпаривается можно добавить еще немного бульона в котором варится индейка картофель нарезаю достаточно крупной соломкой нарезаю капусту белую часть потоньше а зеленую потолще зелень мелко нарублю я взял только петрушку индейка кипит примерно 5 минут добавляю сюда картофель и буду варить течение пяти минут после закипания сильно кипеть бульон не должен достаю лук и лавровый лист и болгарский перец эти продукты уже отдали свой аромат в пищу употреблять я их не буду отправляю в кастрюлю пассерованные овощи посолю и буду отваривать течение пяти минут добавляю пекинскую капусту и буду варить еще пять минут отправляю в кастрюлю зелень добавлю немного растительного масла накрою крышкой и уберу с огня дам постоять минут 10-15 чтобы борщ настоялся готовые блюда можно добавить немного масла но предпочтение нужно отдавать растительному если в вашей семье кто-то диету не соблюдает то вы можете добавить уже в тарелку кусочек сливочного масла тогда это придаст жирность и такую наваристость этому борщу добавление масла зависит от диеты от ограничений которые есть питание поэтому тут уже вы сами определяетесь добавлять туда масло или нет ну и по традиции снимаю пробу что получилось замечательный борщ получился очень нежное мясо если вы не скажете своим близким что это за мясо они скорее всего подумают что это говядина бульон вкусный этот диетический борщ отличная альтернатива оригинальному блюду все ингредиенты полезные разрешенные поэтому это блюдо можно употреблять регулярно а первые блюда супы нужно обязательно употреблять ежедневно это очень важно для организма всем большое спасибо за внимание с удовольствием делюсь с вами этим рецептом желаю вам крепкого здоровья и успехов